Итак, всем привет, с вами Долгай, продолжаем играть за Германию в Darkest Tower. В прошлой серии мы так неплохо промышленность подняли, но самое главное, заложили основу нашего флота. И сейчас мы будем заниматься именно им, построим больше верфей, исследуем новые корабли, заложим их тоже. Заложим, скорее всего, наши авианосцы, будет у нас обязательно 4 авианосца в нашем флоте. Все-таки мы будем претендовать на морское господство. Да, Англии нам, конечно, далеко, но не настолько, чтобы это было невозможно. Вот, ну, остальные вещи, я думаю, я озвучил. Будем также танки потихоньку начать делать, но военные заводы мы начнем строить чуть попозже. Я думаю, к какому-нибудь 37-38-м посмотрим. Поехали! Олимпийские игры в Берлине, кстати говоря, скоро будут. Прекрасно. Генненбург, кстати говоря, построили, но Генненбург скоро упадет. У нас же нету решения, как в Ваниле ввести, да, ввести там, по-моему, правила безопасности или что-то, чтобы Генненбург не упал. Ну вот. Вот. И потихоньку мы занимаемся Риг с автобанами, и я думаю, мы их подзастроим на Западе побольше. Так, олимпийские игры закончились, отлично. Политку тратить вообще пока идей, ну, особо нету. Я куда-то минимально нахожу, но реально минимально. И у нас скоро баланс в минус пойдет. Это случилось из-за того, что у нас на ТНП всего два завода работают. Соответственно, производства у нас, ну, практически нету денег. Еще мы, конечно, повысим немножко наш баланс, когда безработных у нас не будет. Потому что, видите, вот здесь вот минус сколько? Минус 10.6% на доходы у нас есть. Но это не так критично. Критично то, что у нас фабрик нету на ТНП. И, возможно, мы как-нибудь их потом получим, посмотрим. Я думаю, мы сейчас пойдем в ремилитаризацию Рейнольда, чтобы себе вот здесь вот законы пропушить. Ведь дело в том, что город будет рано или поздно женская война в Испании, и нам бы в ней успеть поучаствовать обязательно. И на самом деле, нам бы начать какую-то авиацию производить. Тоже вообще было бы неплохо. Давайте, как минимум, поднимем их сюда, чтобы о них помнить. Ну-ка, и вот, и штурмовики. И потом будем то, что-то выделять. У нас очень много пикутного снаряжения проявляется. Можно будет подсократить его. Я даже, наверное, уже это и сделаю. Давайте сделаем вот так, вот так. Ну и, пожалуй, чуть-чуть сократим все вот эти вот расходы. Много стадия рекс-автобанов. И, как я и говорил, мы вот идем в ресурсы сюда. В скобочках. Не то, чтобы здесь прям много ресурсов. Ага, здесь общих нету. Нам все-таки... Да, но все-таки там не дадут поставить пятую инфраструктуру. Ну ладно, в любом случае, нормально. Нормально. Потихоньку везде докачиваем. И самое главное, сработицу снижаем. И еще мы, смотрите, подстроим всякой промышленности. Ну, всяких заводов. У нас и процент ТНП вот этот вот даст нам в итоге больше фабрик. Но сам процент вряд ли вырастет особо. Ну, посмотрим опять же. 30 у нас военных заводов, но уже 37 верфей. И это количество, я думаю, будет только расти. Есть у нас граф цепелины. Давайте посмотрим, сколько следующий текст стоит. 559 дней. И это с бонусом в 100%. Базовая стоимость 200. То есть, получается, если мы начнем сейчас, то мы закончим примерно в конце 37-го. Так? Нет. Ну да. В принципе, да. В конце 37-го я считаю нормально. В целом это дорого, но нормально. И мы там заложим сразу 4 штуки и будем их производить. С линкорами, я думаю, так делать не стоит. Потому что линкоры нужно, чтобы были... Ну, их просто было много. А веновцы все-таки очень сильно здесь утапаются. На 40% больше авиации в бою будет. Одновременно это неплохо. Но мы, я думаю, под заложим просто тяжелых крейсеров побольше. Причем бы, собственно говоря, и нет. Тоже они нам нужны. Тем более, что мы хотим выполнить план Z. А там, по-моему, 15-тих, что ли. Ну, движемся туда. Или легких крейсеров там 15. Ну, что-то около этого. Так что они нам тоже нужны. Еще надо не забывать про вот эти заводики. Поэтому давайте-ка... Вот так вот сделаем. Вот так вот сделаем. Это уже ладно достроится. И нам нужно будет обязательно подстроить еще синтетики. Я думаю, сразу за... Сразу за верфями. Хотя, блин, чуть-чуть отсылок хочется. Давайте верфи, потом чуть-чуть отсылок, потом синтетикой уж займемся. Так, бременский инцидент. А, ну-ка, что это такое? Ага. Нас выбросили наш флаг, кстати говоря. А, ну, смотрите. Так как выкинули только нашу партию, то не было... Ну, никакого символа Германии не повреждено. Ну, и поэтому наш флаг партии решили сделать флагом Германии. И, как я и говорил, в Испании началась гражданская война. Пока что мы не можем отправить добровольцев. А у нас еще и нету нужного количества дивизий. Давайте-ка так. Испания просит у нас помощи. Мы им отправим помощь, конечно же. И в нашей стране нельзя отправить добровольцев. Вопрос это вот из-за этого. Подожди, где это? Как будто бы нет, потому что здесь этого нет. Но давайте посмотрим. Дойдем мы до прогулки в заднем дворе. Вот, по-моему, так назвали револитаризацию Рейнлода в Британии. Так, нюрнерские законы. 5% ТНП, это, кстати, позитивно. Законы эти, конечно же, негативные. Но в нашей стране они есть. Так, Испания запрашивает советников. Ребята, без проблем. Так, готовы у нас наши дивизии. Давайте расположим их уже в самой Германии. Пускай они здесь занимают позиции. Вот таким вот образом. Чтобы никто там не горел по снабжению. Что по деньгам? Мы все еще в некотором плюсе. Это хорошо. Вопрос. Пратят ли деньги обучение юнитов? Судя по всему нет. Судя по всему нет. Так что пускай они там и будут. ТНП, опять же, как я и говорил, неплохо. Так, наш морской договор с Британией почти готов. И мы можем уже револитаризацией заниматься. Так. Не очень уверен, что это. А, это про Рейнланд. Начинаем мы наши войска вести Рейнланд. В скобочках. Ну, именно прям наши не ведем туда, но по моменту они ведут. И Британия... Так, нам появляется морской договор. И он ничего не дает. Он просто есть. И вот это событие. Британцы разрешили нам иметь такой же флот, как и и французов. Но, вот я тоже, как я и сказал, не вижу никаких модификаторов, дебафов или еще чего-то. Мы просто как строили все наши корабли, так и продолжаем строить нашу огромную армаду. Итак, вот. Начинаем операцию. Так, это слишком далеко. Нет, мы продолжаем идти. И мы зашли в Рейнланд. Куча территорий, терния, демилитаризованные зоны. И, самое главное, стабильность и варсаппорт. Это все приятно. Отлично. 14 мирового напряжения. Господи, это же, ну, очень много. Давайте все-таки займемся операцией калибри. Посмотрим, что там. А, у нас нету требований каких. Непонятно. Я должен был сделать это раньше. Не очень понятно, что тут. Давайте какое-то время подождем. Если нет, то я, ну, я включу, ну, выключу, точнее, проверку условий. Потому что, как бы, ну, во-первых, это уже должно было случиться. Во-вторых, операция калибри есть. Возможно, операция калибри пропала. Или что-то еще случилось. Потому что я сохранялся, уже успел закрыть игру, открыть. И что-то, может, случилось. Условие здесь выполняется. Операция калибри в свое время. И он у нас такой был. Так что, ну, надо будет это сделать. Обязательно. И у нас доступно там дальше фокусы. Но давайте подумаем, что-то нам здесь нужно или нет. Нам пригодился бы вот этот вот баф на стоимость производства. Как бы все-таки согласитесь, 5% не так много. Но полезно, полезно. Намного бы раньше они закончатся. То есть, ну, где-то вот когда они будут дальше половины, можно этот баф уже будет брать. Пока что еще, наверное, рановато немного. Так что, давайте пойдем в танки. Пора их подоследовать. И, я думаю, мы уже потихоньку подходим к тому моменту, когда мы будем производить военные заводы. Побежали потихоньку. Еще доделаем верфи. Гражданские заводы у нас еще доделываются, как вы можете видеть. И потом еще синтетики немного надо будет построить. Перейдем уже полностью на военные заводы потом. Синтетика, когда нам еще она понадобится дополнительно, мы просто достроим во время войны. Прямо сейчас нам как бы супер много синтетики не надо. И продолжаем мы строить автобаны. Давайте посмотрим, где мы хотим их построить дальше. И, наверное, где. Наверное, здесь, допустим. Хотя здесь уже особо без разницы. Просто везде надо достроить их, честно говоря. И я сразу уже закину сюда... Кто сюда закинул? Обычные военные заводы, пожалуй. И вот эти вот потом мы еще достроим по фокусам. О, точнее, последованием. Я думаю, нам там появятся доп-слоты. Мы туда и будем строить. И вот эту кнопку, пожалуй, я буду нажимать, потому что политку ей больше некуда... Ну, больше ей некуда тратить. То есть первые наши танковые дивизии готовы. Выглядят они, конечно, ну, средненько, я бы сказал, на данный момент. Но мы их модифицируем еще. А, господи, я понял, почему нам нельзя было сделать вот это. Потому что у нас вот это еще не сделало все. Тогда окей. Делаем второй уровень колобка уже. Отправляем еще парней. Первый уровень колобка у нас есть. В 40%. Хорошо прокнуло. Конечно, в идеале довести до сотки, но посмотрим. Даже первый уровень это уже приятно. Возможно, мы еще успеем в Польше поделать тоже колобки. Кстати говоря, добровольцев, правда, теперь можно отправлять. Танковых наших добровольцев мы вряд ли отправим. Мы танки пока вообще не производим. Ну да. Одно пехотное вполне себе. Две дивизии под какими-нибудь. Неплохим генералом можно. Странно, что у многих генералов здесь нет портрета. Они что, их типа не успели сделать или что? Но это очень неудобно, когда у нескольких генералов одинаковые. Такие вот полуодинаковые иконки. Ну да. Так сделали мы гестапо. Теперь, как я и говорил, пойдем мы вот сюда. И параллельно мы подкачиваем тут различные полезные для нас технологии. А здесь не хватает. Здесь радио туда не хватает. Окей. Вот это все можно подкачать. Плюс можно глянуть, что здесь у нас. А здесь у нас скоро... Скоро откроются другие техи. Но давайте-ка займемся вот этой техой. Здесь сразу и кап, и а вот тут. Очень классная теха. Ну и начинаем мы потихоньку фармить опыт в Испании, как и ожидалось. Дальше, я думаю, можно не идти пока что. Можно было бы куда-нибудь сюда выйти потихоньку. Это, кстати говоря, нам делают эти апгрейды, но у нас они уже есть частично. Давайте, кстати говоря, вот сюда выйдем. Кстати, возьмем бафы на следовании, потому что это конкретным самолетам. У нас потом их не будет, как вариантов для исследования. Мы уже их исследуем, если слишком поздно начнем. Вот это нам, наверное, не нужно. Пойдем сюда. Это тоже пока что рановато. Но можно потом в танки выйти. Итак, мы закончили с рём. И мы только-только успели, грубо говоря, превратить его переворот в государство. Окей. Кроме того, так написали в газетах. Новая стадия рейхс автобана. Наверное, как обычно, мы просто пойдем. Ага, нет. Сюда мы не пойдем. Давайте сюда куда-нибудь. Скоро, кстати говоря, мы его закончим. Очень успешно мы идем. Деньги, кстати говоря, потихоньку в плюс подподнялись балансы. И безработица тоже уже 7%. Скоро мы от нее избавимся. Существует, кстати говоря, выйти вот сюда. Потому что здесь плюс один слот оперативников. А нам такое нужно. Здесь в Испании войска без снабжения. Они затроллены просто-напросто. Снабжение в теории всегда возможно. Но, видите, они типа окружены. Считаются. Ну, как окружены. Они типа без снабжения от дома. Хотя, вполне себе оно есть. Соответственно, либо только их вот так вот удалить. Либо продолжать сражаться вот так. В общем, меня бесит, когда этот баг происходит. Судя по всему, из-за него мы проиграем вообще в Испании. Что я не заметил, чтобы здесь парни могли как-то выиграть. Пожалуй, мы отношения отправим, кстати говоря. У них низкое отношение. Господи, каким образом? Я бы им отправил на Линд Лиза, честно говоря, тоже. Ну, так. Развальненький. Потому что, ну, у нас очень много старого стоит. Ну, и, конечно же, Аташи мы тоже к ним отправляем. И, кстати говоря, заметьте, мы делаем корабли для авианосов. И я бы сказал, что нам стоит уже начать их производить потихоньку. Потому что авианосцы у нас скоро будут готовы по исследованиям. А значит, скоро будем мы их начать. Скоро будем мы их производить. Вот здесь вот, сразу четыре подряд. У нас как раз часть достроится каких-то других кораблей. И мы сможем себе получить дополнительные свободные верфи. Смотрите, скоро доедет наша помощь испанцам. Я туда отправил и всякие ПТО, ПВО, артиллерию. Ну, и куча просто пехотки. Ну, 10 тысяч обычной и 2 тысяч тяжелой. Здесь такая тоже есть. Нас только вот здесь вот все пропивают. Это мне очень не нравится. Но что как бы поделать с этим? Кажется, наверное, ничего. Можно, конечно, их распустить и все отправить новых. Но мы потеряем 80% их. Ну, как-то не сильно хочется. Пускай они уже воюют до последнего. Есть у нас колобок во Франции. Отлично. Пора. Давайте либо еще одни делать во Франции. Либо 360% в целом. В целом. Я думаю, мне бы хватило. Давайте займемся Польшей теперь. Возможно, кроме того, у нас, если появится еще один агент. Не знаю, каким образом. Обычно был министр. Здесь я такого пока не находил. Но может он где-то есть. Я еще посмотрю. С четырьмя агентами можно будет развелать по две. Тогда еще где-нибудь сделаем. Пока только точно мы делаем в Польше. Возможно, я еще буду делать в Британии и в Советском Союзе, если получится. Можем мы наконец-таки отправить туда авиацию первую нашу. Потому что до этого нам не хватало просто нашей авиации. Если бы были лимиты, давайте сделаем вот так вот. Пожалуй, и отправим истребители. Вот так. И сейчас они деплойнутся. Поехали вот сюда. Ой, как смешно здесь эти иконки выглядят. Но потому что это не ПНГшки, а... Ну как? Задний фон не вырезан. И мы успешно здесь справляемся, потому что там устарелые самолеты. Это позитивные новости. А вот то, что испанцев потихоньку обрезают вот здесь вот от снабжения и уничтожают. Это, конечно, новости ужасные. Включаем мы здесь также вот эти техи. По синтетике нам они пригодятся. Прямо сейчас ограничено. В будущем очень-очень сильно. Но у нас стали не хватает немножко. Вау. Давайте закупим. Это микросталь. Ну, да, заводов. Точнее, верфей у нас огромное количество. Кораблей мы, конечно, делаем огромное количество. Уже сделали 21 корабль, если что. Вот этот вот флот, это полностью из новых кораблей. Вот эти вот, это стартовые. И число прям меня очень радует. А, смотрите, удовлетворяется такая же проблема. У них тоже войска не пополняются. Короче, здесь что-то намудрено со снабжением. И это неприятно. Но японцы с Маркополо прикалываются, как обычно. Давайте попробуем прикрыть отступление испанцев. И попробуем здесь вот держаться вместе с испанцами. Ну, как получится. Надо, чтобы они вот сюда вышли хотя бы. Мы им снаряжение отправили. Шанс у них еще камбэкнуть будет. А вот у нас шанс удержаться, походу, отсутствует. То есть вот их перекрыли. И да, сейчас нас полностью здесь уничтожат. Ну, опять же, какие-то приколы со снабжением нереальные. Так, меморандум они какой-то выпускают. Окей. И теперь мы идем вот сюда, как я и говорил. Сейчас мы пойдем сюда потихоньку. Будем двигаться. Чтобы у нас были доступны... Так, о, у Бломберга там проблемы. Да? Здесь на историческое событие. Не отступим мы, конечно, как сможем. Но все это никуда у нас уже не приведет. Ладно, давайте, знаете, что сделаем? Экстренное. Хотя, как и экстренно. Пускай это последнее сражается. Можно было попробовать удалить эти... Закинуть новые. Я не думаю, что это уже поможет. Вот. Бломберг и Фридц. Наделывали проблем. Точнее, по крайней мере, либо их подставили. Вот варианты есть. Корейцы их подставили. И они удаляются из-за руководящих чинов. Так, и итальянцы вот с нами договорятся про IG Farben. Как раз, я тоже хотел синтетику. И я соглашусь на стартовые деньги. Не будем из итальянцев сильно много требовать. Но у них не сильно богатые. Точнее, пускай развивают. Тоже будет полезно. Делаем мы, кстати говоря, как можете видеть, ВДВ. Будем мы их использовать активно. Скорее всего, при вторжении в Британию чуть попозже. Кроме того, в связи с этим, нам бы транспортных самолетов, вот они, тоже сделать было бы полезно. И потом они будут зацелять наших ВДВшников на острова Британии. И, возможно, какие-нибудь острова здесь. Посмотрим. Вот, а мы договорились. Получаем мы тысячу. Солидно. И получаем еще бонус к исследованиям. Тем более солидно. Так, что-то там начинается. Я не очень понимаю, что начинается, потому что здесь нет описания. Можно фокусироваться на безработных. Получить бы скорость строительства полезно. Либо на производство именно на заводах текущих. Давайте на скорость строительства, потому что мы все еще очень активно застраиваемся. Ну и да, наши последние войска уже здесь уничтожаются. Давайте просто их распустим. И, в принципе, отправим туда парочку новых. Почему бы нет. Собственно говоря. Пускай это уже немножко подкачают. Здесь есть чела с нулем. С ольвым уровнем. Но при этом вкачаны. Что? Это они не качаются? Или это они просто очень могут раскачаться? Странно. Ну, смотрите. Судя по всему. Здесь видите 300 опыта. А здесь 100. Их все еще можно раскачать. Хотя у них куча перков. Из этого они качаются медленнее. Но их можно раскачать. Но. Из-за перков, наверное, не стоит. Плюс там, видите, у обоих вторая гвардия. Так что занимаемся, как видите, более-менее нормальными генералами. Ну, как обычно вот этого парня. Он самый такой неплохой для раскачки. А еще позанимаемся армом опыта морского. Ну, и плюс скачкой 10 лвлов. Это тоже все очень полезно. Хотя скачать лвла недостаточно быстро. Так. Не очень понятно, что это. Что-то с папой римским. Пресса не должна не уговорить. Либо что мы можем с этим сделать. Но пресса не должна, конечно же, об этом говорить. В политке у нас стонно. Господи, у нас 56 верфей. Это безумно много. Я даже, наверное, немножко переборщил с этим всем. Но... Но ладно, я не сильно из-за этого страдаю, я думаю. Мы сейчас закончим здесь постройки, вот эти все. И перейдем уже на военные заводы. Вот-вот. Я бы даже сказал, нам нужно уже это делать. Так что вот так вот. Затем строим на 100% наши военные заводы. Как я и говорил, здесь вот, когда будет больше половины, можно пойти взять фокус на стоимость. Смотрите-ка, Бломберга удаляем. Вот здесь вот он. И ставится у нас кейтель. Окей. Получаем еще плюс, хоть и говоря, бафы к нашему штабу, я так полагаю. Это все очень интересно, но на самом деле пора идти вот сюда, как я и говорил. Успели у нас две света от дивизии прибыть. Я не думаю, что они успеют прям много сделать, но пускай хотя бы укрепятся и чуть-чуть подформят. Снабжения у них, кстати говоря, все еще нету. Все еще на приколе. Думаю я, что на это можно нашу серию даже подзакончить уже. Уже подходит 38-й год. Наш флот вовсю просто строится. Мы уже построили 26 кораблей, из них 9 тяжелых рейсеров, 10 легких. И потихоньку достраиваем уже туда эсминцы. Вот они. Так что да. Мы достраиваем краски вот эти тяжелые крейсеры. Подоследуются у нас уже очень скоро авианосцы. Даже возможно линкоры мы доисследуем. Ну посмотрим. Сейчас. А, вот отсюда мы освободим. Как раз здесь 20 на 4 авианосца. И будем мы наши Гиденбурги, наш флот выставлять. Ланзы активируем. И я думаю мы его выполним. Ну, возможно не прям перед войной. Но в первые буквально годы наверное войны. Вот. А с вами Ревелоп Будлоб Гайм. Подписывайтесь на канал, если вдруг еще не подписаны. Лайк, комментарий. Все как обычно. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok